Друзья, всем привет! Мы продолжаем знакомиться с красотами Эквадора через мое участие в различных гонках и моих страданиях на трассе. Сегодня я пойду в местечко Мариана Акоста, чтобы участвовать в гонке, которая называется «Земля медведей». Погнали! Мариана Акоста находится между Иварой и Пим Ампира. Я бы не знал, что такое место есть. Там деревня на 4 улице, там нет никаких отелей. Размещаться бы у местных жителей. Сама гонка называется «Тьера де Осос», что значит «Земля медведей». Есть трасса 45, 26 и 11 километров. Я буду участвовать на 26-6 километрах. Это трейлная гонка. Трасс на самом деле будет 26,9 километров. Перепад 1800 метров. Перепад высоты восьмой категории. Не знаю, что это такое. Так, начало в 6 часов, в 6 утра. 45 километров они стартуют вообще в 4 утра. Что нужно? Маршрут гонки, обувь, чип, номер, питание, непромокаемая куртка и свисток. Я свисток не покупал, у меня будет такой. Я уже получил пакет участника, и давайте посмотрим, что там. Итак, что тут у нас? Бутылочка, чип, рекламки всякие, мой номер 172, энергетический гель, какая-то мазь по запаху, это один в один звездочка, платок на шею и футболка с длинным рукавом. Сегодня еду в 4 часа на гонку, завтра гонка. Оттуда всего три автобуса едет из-за бары. Итак, время 5 утра. Я уже собрался на гонку, ночевала в доме местных индейцев. Видите, потолки какие-то. Они низкого роста и нормально. Вот такая кровать, небольшая комнатка. Все, пойду на гонку. Еще не буду на гонку. Вчера приехало. Темно. На последнем автобусе. Все, три автобуса сходят в эту деревню. И меня местная синьера встретила. Но чуть подальше, чем моря на Коста, в местной деревушке. Нахожусь. Он сказал, ты не заблудешь, что здесь всего одна дорога. В общем, иду. Дошел до Мариана Акосты. На обратном пути, когда будет свет здесь, не мне сейчас. Надо найти стадион. А то интернет здесь не работает у меня. Там писали, что работает только операция. Клара. Надо идти ко мне спросить, где стадион. Так, все, я нашел стадион. Через 20 минут старт. В 4 утра побежали люди, которые бегут в 45 километров. А потом мы 26. Ну, народу пока немного. Так, остается 5 минут до гонки. Гонка называется Земля Медведей. То есть на трассе нам могут встретиться медведи, которые ускорят наш бег. Народа поприбаялась. Скоро стартуют. Мэкстер, это пришел с ними технического спонсора. После марафона с Алинас, Фила Нива, была микрософтка новая. Пришел с раствором с ними контракт и бегу в Брукс. Деланных обзор, можете посмотреть на моем канале. Деланных обзор. в 10, в 9, в 8, с энергии, с 7, с 6, с 5, с 4, с 3, с 2, с 1, с 1, с 1, с 1, с 1. с 2, с 1, с 2. очень вам прыгать парк который вчера приехал автобус а вот 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 пробежали где-то километр был небольшой подъем я его преодолел буду дальше трасса сошла тропинка где-то 2 километра пробежали трасса трасса бегу дальше за три с половиной километра пробежали пошел же скач подъем вверх уже на 60 км начался сущий авт хочу лежать 21 км дорога идет за самую горку я восстанавливаю дыхание до связи 7 км сейчас был небольшой спуск хорошо так пробежали сейчас опять подъем восстанавливаю дыхание километр 9 здесь пошел лес спуск по лесу пошел спуск главное не упасть во враг сейчас был шок контент на спуске где-то очень большой спуск был я раз за камерой чтоб снять ее нету потерял я два раза падал возвращаться обратно метро 200 вверх прошел хорошо к другой час не подобрал это же потерял бегу дальше 13 километров сейчас идет подъем как на карте было перевожу дыхание хорошо что камера нашлась этого не было контента поэтому ставим лайк подписываемся пишем комментарии я побежал дальше вот и самая жизнь подоспела последние 2 километра какая-то жесть вот так подниматься в горы прям как второй раз на имбабуру взбираюсь иду дальше жизнь подъем продолжать так уже километр 4 уже вроде как вершина близится хотя не очень 15 километров мне кажется я на автобус в одиннадцать не успею время 820 следующий в 3 авто 15 километрах все поднимаясь с отдыхом 16 километров люди как подъем закончил и скорее это скорая помощь первая палатка на 16 километра вала с тем что подъем закончился я погорячился вон там наверх люди сгорают иду дальше в общем черная жесть подъем подъшить подъем за конец 18 километров сейчас подъем еще меньше но продолжает подниматься вообще я пытаюсь доползти 20 километров сейчас по идее будет только спуск но силы у меня бежать нет одна цель до ковыряет до финиша еще где-то 7 километров я последний даже если сейчас попадется медведь он не заставит меня бежать будет километр иду по лесу но флажки встречаются значит я на трассе уже где-то 5 часов гонки идет как бы не опоздать на автобус который в 3 часа осталось 5 километров я из леса один раз вышел потом чуть-чуть прошел опять лес начался по моим часов осталось 3 километра сил бежать нет идти особо тоже здесь доковылять осталось 4 километра кстати у меня была еще одна палатка с водой съел арбуз, банан осталось чуть-чуть еще вон вдалеке уже моря Анаакоста родненькая я тебя вижу два километра осталось где-то портал полтора километра вон там моря Анаакоста на стадионе наверное все уже ушли последний подъем остался на моих часах 28 километров но не видно врут сейчас подняться и будет уже моря Анаакоста на моих часах поездок в первойruktуре Нурнито, нанечко, мощ обороны в 2-м кубе в 2-м кубе в 3-м кубе в 3-м кубе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но в конце чуть-чуть побежал Два часа до автобуса 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 Кирюшка есть, трех улиц, которая до духа пересекает, наверное, и все. Парк красивый. Пойдемте, я засниму хотя бы туда наверх. Вот такая небольшая церковь, это фракцистская. У меня туда наверх, окружение холмов, тут тоже надо подниматься. Тут овечки, цыпляту хозяйки, вот тут я жил, судя по флагам была трасса, но это было 11,5 километров, мы здесь не бежали. Это индейская община, не помню как название, там табличка была. Я иду на автобус, часов пять буду в баре, гонка, как я говорил, была тяжелая. Эта, кстати, гонка проводилась при содействии всемирной организации тревел-райдинга, и за ее окончание там какие-то очки начисляются, вроде мне дадут два очка, что с ним делать не знаю, потому что после этой гонки я уже не хочу бегать. Ладно, время пройдет, и опять побегу. Сейчас пока надо сделать перерыв. Такие дела. Я у хозяйки спросил, чем занимаются люди. В полях работают, ну, фермеры, короче, сельское хозяйство и все такое. Ну, там наверху, видите, тоже поля, все обрабатывается. Питаки называется. Все, всем пока. Пока...